Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет влог, так как вы завалили просто мой дарик сообщениями о том, что Айка почему давненько не было влогов. Я решила снять, но так как я из дома не выхожу, я просто покажу вам, что я делаю дома в течение дня. К счастью, у меня работа позволяет мне работать дистанционно, то есть я могу не идти на работу. До этого тоже я ходила на работу, наверное, где-то раза 4 в неделю, а сейчас вообще не хожу, я просто работаю на компьютере. Это мне удобно и как бы безопасно, если честно. А влоги тоже самое, да? Влоги Мукбанки я могу снимать дома. Единственный такой момент, связанный с едой, вот я иногда заказываю что-то, я думаю, насколько это безопасно. Но да ладно. Сегодня я узнала некоторые новости, связанные с Италией и вообще очень сильно расстроилась по этому поводу. Ну да ладно, думаю, нужно как-то отвлекать себя и снимать для вас новые видео. Что у меня сегодня в планах? Вот я в начале видео всегда говорю, что вот у меня в планах то, третье, десятое, а потом ничего не получается, ничего не идёт по плану. Иногда я смотрю блогеров, и они прям пишут, первое, я сегодня сделаю это, второе, третье, прям ведут ежедневники. Если это на самом деле так, я реально очень сильно завидую этим людям, но, не знаю, не очень мне в это верится. Мне кажется, это просто сценарий такой, чтобы показать, типа, идеальную жизнь. У меня такого нету, я всё планирую, у меня что-то не получается, потом планы меняются, настроение портится, ну, в общем, как-то так. Знаете, что мы сегодня будем делать? Я, короче, сегодня хочу в своём комоде сделать порядок и ещё разобрать свой шкаф. Не знаю, что именно покажу вам, но я думаю, что будет интересно, поэтому оставайтесь вместе со мной. Просто не могла вам не показать, посмотрите, какие мишные просто полотенца купила мама. Я обычно смываю макияж и потом вытираю лицо вот такими вот салфетками, мне дерматолог так посоветовал. Вот, просто умиляюсь вот этим рисунком, как же красиво. Я готова платить больше, но лишь бы были такие красивые рисунки. Просто коротко о том, что я делаю в течение дня. Вот, разбираю свой шкаф, всё ненужное решила выбросить. Вот, кстати, такие вот кошельки, я не знаю просто куда деть. Такие огромные, просто с размером с мою сумку, очень неудобно. Офигенная маска, кстати, сегодня вечером сделаю себе, у меня вторая такая есть. А что творится здесь? Вот здесь я сделала порядок, у меня здесь лежат бюстгальтеры, там трусики и всё. Всё такое здесь тоже. И я вот немножечко сделала перестановку, сделала здесь порядок. Это всё, что связано с ногтями. Кто не знает, свои ноготочки делаю я сама. Много кто удивляется, кстати, говорят, что хорошо получается. Ну, в общем, не буду сама себя хвалить. Я предпочитаю не ходить в салон, сама это всё делать, почему бы нет. Вот здесь мои гейлайки. Если вам интересно, пишите в комментариях, я вам в инстаграме подробно расскажу. Какой базой я пользуюсь, каким топом. Покрытие у меня держится две недели, даже больше, если не делать коррекцию. Здесь, значит, какие-то вещи связаны с декором ногтей. Вот, я рисунки не рисую, у меня это не получается. Аппарат для коррекции и всё такое. В общем, делаю уборочку в своей комнате, так скажем. Здесь моя косметика. Я, кстати, решила, девочки, я буду добивать одни средства, а потом начинать пользоваться другими. Например, бальзам для губ. Я сейчас вам покажу. Вот так вот выглядит мой бальзам, который я начала использовать уже, наверное, не знаю, недели три. Я просто решила, что у меня очень много бальзамов, и все они наполовине. Это реально очень тупо. Я решила, что я беру один бальзам, использую его до конца, лишь потом уже беру второй какой-то. У меня просто вся косметика, она просто наполовине. Где-то бальзамов восемь у меня под рукой. Вот. И все пустые баночки я кладу в отдельный пакет. Буду снимать через пять лет видео. Пустые баночки за пять лет. А что касается бальзама, я его заказала с Алиэкспресс года, наверное, три назад. И один этот бальзам стоил 4 доллара. На мой взгляд, для бальзама для губ как-то дороговато. И Невея даже стоит дешевле. Не знаю, зачем я с Алиэкспресс его заказала, но мне он очень нравится. У него просто потрясающий аромат. Офигенно увлажняет губы. Просто мой мастхэв. Я, значит, делала здесь порядок. И наткнулась на вот этот блокнот, который мне подарила моя подписчица. И реально казалось бы обычный блокнот, но он настолько мне дорог. И вот эти две записочки. Если, девчонки, вы до сих пор меня смотрите, спасибо вам огромное. Это реально для меня память. Как получилось, что я получила подарок от подписчицы? Сейчас вам расскажу. В общем, в инстаграме я устраивала конкурс, где разыгрывала бижутерию и косметику. И так получилось, что одна из моих подписчиц выиграла. И мы с ней встретились. Я ей передала, по-моему, бижутерию. Ну, в общем, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, кстати. Ссылочка в инфобоксе. В общем. И когда я с ней увидела, она вытащила и сказала мне, что у меня тоже есть для тебя подарок. И подарила мне этот блокнот. Реально просто использую с удовольствием. Он маленький, очень удобный, красивый. И здесь вот такие вот две записочки. Здесь, кстати, девочка пишет, что снимай как можно больше влогов. И как ее зовут, сейчас я вам скажу. Минуточку. Одну минуточку. Ай, момент. Вот. Ее зовут Азиза. Азизочка, тебе огромный привет. Я все это храню. Мне реально безумно приятно. Вот. Чтобы ты снимала влог. Спасибо огромное. Это очень мимимишно. Так что в процессе уборки могу что-то важное, как бы сказать, выбросить. Но это я обязательно оставлю. Я думаю, что на протяжении всей жизни я это буду хранить как память. Спасибо огромное. А мы, значит, с мамой снимали рецепт на iCook. Я оставлю, кстати, в инфобоксе, если уже видео будет готово к тому моменту. Я вам оставлю ссылочку. Очень мне нравится этот салат. Это Пандора. Может быть, даже буду снимать для вас мук-банк с этим салатиком. Просто рядом еще что-то надо. Мам, что ты можешь предложить вместе с этим салатом? Что-то придумать. Лангет или что-то такое. Нет? Можно. Очень аппетитно выглядит. А какой вкусный, просто сказка. Сняли, значит, с мамочкой рецепт для iCook. Получилось очень аппетитно, очень вкусно. Но просто салатик тоже немножечко настояться. Очень люблю съемки iCook, потому что в конце бывает что-то очень вкусное. Если вы еще не подписаны на мой кулинарный канал, точнее на наш кулинарный канал с мамочкой, то обязательно подписывайтесь. Мы, можно сказать, каждую неделю выкладываем туда какие-то новые рецепты. Вот так вот, ребяточки. Я очень устала, но зато везде прибралась. Все лишнее выбросила. Кстати, косметику лишнее я выбрасывать не стала, потому что я хочу снять для вас видео. Моя коллекция косметики. И как раз в процессе того, как я буду показывать свою косметику, я буду делать зачистку и что-то выбрасывать. Вот даже вы можете наблюдать. Делала свотчи, палетки теней. Очень странный ракурс. Я просто не знала, куда положить телефон. Вот куда его положить, а? Вот. Еще такой момент касательно моего лица. Вы можете наблюдать, что у меня почти, что уже прыщиков не осталось. Остались какие-то пустые окна, но вообще мелочи. Но кто знает, какая у меня кожа была раньше. Это просто такие прыщи желтые, они как фонарики. Все стало значительно лучше после первого применения вот этого вот препарата, про который я расскажу в новом своем видео. Я расскажу, какие анализы я сдавала, вообще стоит ли ходить к врачам и сдавать анализы. Я знаю, что прыщи это проблема многих. Много кто не знает, как от них избавиться, что делать в таких случаях. Для меня это тоже, честно, была больная тема, так скажем. Но сейчас, слава богу, эта проблема решается. Несмотря на это, лицо выглядит очень даже неплохо. Просто здесь сейчас очень плохое освещение. И еще плюс вечер. Я сидела, работала за компьютером и, как всегда, вот так вот тру свои глаза. В результате получаются такие синяки. Сейчас я иду купаться, потом приготовлю себе что-то на ужин, что-то сладенькое. Хотя я ужинала, но это будет перекус. Вы же знаете, я люблю перекусы. Уже следующий день. Вчера я что-то не стала доснимать до конца. Пошла купаться, потом делать какие-то свои дела. Сейчас нарезаю все фрукты. Обожаю киви, мандарины, чай. И монтирую видео для Айкука. Наконец-то пришел наш заказ в Фаберлик. Положили один каталог. Здесь не только мой заказ, но еще и заказ подруги Шелли. А, вот это как раз, видимо, ее. Так, что здесь заказала я? Раз, краска, должно быть три краски. Вот прям первое впечатление, девочки. То есть, только открываю. Значит, три краски для волос. Я их заказывала для мамочки. В самом темном оттенке. Она у меня красит седину. Попробуем. В дальнейшем вам скажу о своих впечатлениях. Дальше давайте все вымем. Вот так вот. А, это как раз-таки тот крем для рук, который я заказывала. Посмотрим, как он пахнет. А, как он приятно пахнет. Сладкий. Обожаю, когда крема для рук, а не сладкий. Вообще шампуни со сладким ароматом. Это просто моя слабость. Дальше здесь три крема. Там была акция. Три вот таких вот крема. Один для лица дневной. Другой ночной. Один вокруг глаз. И все это стоило всего 9 монат. А еще, кстати, я купила вот такую вот метелярку. И пенку для умывания. Они стоили, по-моему, 12 или 13 монат. В общем, что-то недорого. И еще шампунь. Оказывается, я взяла картинку геля для душа. Отправила ей и сказала, хочу такой шампунь. Оказывается, это был гель для душа. Она мне шампунь положила. Самый для меня главный. Это аромат. А, обалденный аромат. Очень сладкий. Будем пробовать. И посмотрим, что заказала Шелли. Я, в принципе, знаю. Она мне разрешила показать ее. Так что... Так, здесь, значит, каталог. Дальше у нас здесь тушь, которую я просто обожаю. Я как раз-таки ей порекомендовала. У меня таких, по-моему, штуки три. Новеньких лежат. Очень нравится. Здесь, значит, румяшки шариковые. Стоили около 15 монат. Она заказала себе. И здесь тени и помада. Значит, вот такие вот тени запеченные. Я тестить их не буду, свочить не буду. Но упаковочка просто обалденная. Посмотрите, какая красивая. Выглядит очень дорого. Знаете, как будто люксовая какая-то упаковка. Только отсвечивает меня, видно. Хе-хе-хей! Привет! Привет, ребята! И еще вот такая помада. Очень красивый цвет. Кстати, вот эта серия, она совсем недорогая. Поэтому я думаю, что она молодец, что я взяла. Просто я в последнее время предпочитаю матовые и замок банков. Чтобы они не стирались. Но они в результате все равно стираются. В общем, это весь заказ. Это мое. Это Шелли. Я как раз сегодня должна была пойти к ней с ночевкой. Но из-за этого коронавируса я решила из дома не выходить. Точнее, мама меня не пускает. Вот так вот, мои котики. Посмотрите, как у меня здесь бардак. Да. Бардак, бардак, бардак. Но зато я сама искупалась. И такая чистенькая, опрятненькая. В общем, что я могу сказать. Я помыла голову... Ой, извиняюсь, ребята. В общем, я помыла голову шампунем новым. Попользовалась вот этим вот кремом. Он просто обалденный. Мне настолько понравился, что я уже заказала себе еще один. Точнее, я заказала маме. Этот оставлю себе. И еще два с разными другими вкусами заказала. Каждый раз, когда я купаюсь, я обязательно использую вот этот вот масло от Pantene. Смотрите, совсем немножечко осталось. Нужно уже покупать новый. Но он расходуется очень медленно. Если вы хотите отрастить длинные красивые волосы, Настоятельно советую. Да, ужасное освещение, конечно. И камера у меня тоже, точнее, телефон очень плохо снимает, когда я нахожусь дома. Вот сейчас все сейчас упадет. Все сейчас разводится. Я сейчас буду прибираться у себя в комнате. Смотреть каталог дальше. Прям заняться нечем целый день дома. Я уже столько всего хочу из этого каталога. И, кстати... Кстати... Вот так вот. Сейчас я абсолютно без макияжа. Я понимаю, что лицо не идеальное. Но это гораздо лучше, чем было. Мне так холодно. Я не знаю, почему прям отбить можно. У меня вот снизу кофточка, но я бы все равно надела халат. Еще бы шубку надеть, и было бы его. Когда я вот так вот без косметики снимаю для вас какой-то влог или какое-то домашнее видео, мне всегда мама говорит, что ты ужасно выглядишь, айка. Сначала приведи себя в порядок. Сейчас начнутся вот эти комментарии и все такое. Но я, знаете, о чем подумала? Вот я иногда смотрю блогеров, да, и она даже прыщавая, и она не стесняется этого. Она, например, один раз показала себя, например, без косметики, и вроде все привыкли к этому, что она без косметики такая. И потом уже этот негатив не льется. Поэтому привыкайте меня видеть такую. В принципе, у меня уже сыпи не осталось. Остались какие-то, ну, пятна, так скажем. Но я думаю, что они тоже со временем пройдут. Все вот так вот и не проходит. Нужно время. Сейчас я буду пить чай и монтировать для вас видео для Айкука. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...